МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подробности задержания гендиректора Единого оператора Дагестана в сфере водоснабжения и водоотведения смотрите в выпуске. Накормили, отправили, встретили. Из Дагестана в Хадж в Объединенные Арабские Эмираты вылетели первые паломники. Не просто спорт, а жизнь. Сборная Дагестана под дзюдо среди спортсменов с нарушениями слуха завоевала 4 медали на чемпионате России в Челябинске. Сегодня глава Дагестана выступил с посланием Народному собранию республики. В своем выступлении, которое шло около 3,5 часов, Сергей Меликов коснулся практически всех сфер жизнедеятельности дагестанцев. Говорил руководитель региона и о том, что предстоит сделать, и что уже реализовано, не обошлось и без критики. Но подробно обо всем расскажет моя коллега Патимат Ханапова. Ей слово. 3,5 часа обо всем. Именно столько времени понадобило Сергею Меликову, чтобы подробно рассказать о проблемах и перспективах развития республики практически во всех сферах. Строительство, экология, реализация нацпроектов, развитие муниципалитетов и поддержка участников СВО. К великому сожалению, зачастую цена подвига – это жизнь. Помнить каждого – наш Бог. Горе людей, потерявших своих близких – это общее горе. Мы искренне скорбим по каждому, кто упал смертью храбрых на поле боя. Так давайте сегодня, как и всегда, почтим их память минутой молчания. Приоритетной задачей республиканской власти по-прежнему является решение социальных проблем жителей республики. Особенно это важно в этот год, который объявлен годом семьи. Тут глава региона показал, что он в курсе работы отдельных республиканских ведомств, которые занимаются отписками. Я потом отдельно покажу ответ Министерства труда, когда к вам обратилась семья из Хасавюртовского района, у которой не 10 детей, а 14. И я вам покажу шаблон, видимо, стандартный, которым вы пользуетесь, при ответе этой семье, о том, что вам ничего не положено. Ничего вам не положено. Хоть 14, хоть 15, хоть 22. И, честно говоря, мне вот эти ответы и эта работа с населением уже надоедает со стороны Министерства труда. Считайте, что очередное предупреждение по организации работы в Министерстве вы получили сегодня. Отдельно Сергей Меликов остановился на проблемах экологии, а конкретно на системе обращения с ТКО. Мусорная проблема накапливалась годами и ее не решить в одночасье. Но построим, сдадим и введем. И никому от этого плохо не будет, обещал глава. Обсуждения этой темы 5-6 лет назад в Дагестане не было. Поэтому всех устраивала, как она тогда называлась, страна летающих пакетов. Вот с 21-го года мы начали активно заниматься изменением системы обращения с ТКО. Это проблема не одного года. И сразу же появился шквал критики. Не там строим заводы, не так строим заводы, не так оформляем земли. Неужели вы не понимаете, от кого это идет? Но тем не менее, в конце 24-го года в основном мы эти работы завершили. Но пока в городе плохо и не только с мусором. Знаменитые махачкалинские пробки, отсутствие транспортных развязок, плохие дороги и не совсем умные светофоры. Решение всех этих вопросов в перспективе. И есть даже проекты, которые надо доработать и республике, и городу совместно. Еще одна тяжелая проблема, которой коснулся глава, это ситуация с аварийностью на дорогах. Цинично, конечно, эти цифры сопоставлять. С потерями в зоне специальной военной операции. Но я вам скажу, что они близки друг к другу. Дагестан на войне, активно борясь с неонацистами, совершая героические подвиги, теряет людей меньше, чем на собственных автомобильных дорогах. Это как? Это вопрос к кому? К главе, к власти, к МВД, к надзорным органам. Или, может быть, этот вопрос к нам, ко всем, как к дагестанцам? То, что Росити не гарантирует лето без отключения, глава оказался в курсе. Более того, и сам Сергей Алимович предупредил, что сбоев не избежать. И жара станет настоящим испытанием для энергетического комплекса республики. Более 30 человек задержано в захищении ранее выделенных на ремонт и эксплуатацию электросетей средств. И если бы они доходили до исполнителя, и если бы это все было реализовано, мы бы сегодня с вами в августе месяце не испытывали того, что испытали в прошлом году. И это лишь малая часть вопросов, затронутых главой республики в своем выступлении. По итогам послания также состоялась пресс-конференция Сергея Меликова с журналистами, среди которых были представители медиахолдинга «Наследие». В частности, руководитель радиостанции «Батан» поднял вопрос духовно-нравственного воспитания молодежи посредством СМИ. «Вот с учетом того, что та дезинформация, которая вбрасывается, деструктивная идеология, которая так или иначе присутствует в этих умах молодежи, мы где-то 17 лет работаем в плане духовно-нравственного воспитания. У вас был целый блок этому посвящен. Я хочу, пользуясь случаем от всех представителей СМИ, сказать, ну добро пожаловать, приходите, рассказывайте об этом на наших площадках». Это предложение, а, конечно, в идеале эксклюзивное интервью для радиостанции «Батан» от главы республики, тем более, что в Черкеве нас слушают. Благодарю. В отношении, я пользуюсь приглашением, у меня в машине, кстати, раздевает. Надеюсь, мы записали. Спасибо, я отказался, слушаю такие правильные комментарии, знаете, они иногда, вот просто комментарии, потому что так надо, и вот дать, и все остальное люди должны осмыслить сами, а потом, когда вы уже забираете информацию по обратной связи, уже вот идет правильное такое дело. На самом деле, я тоже хочу вас очень поблагодарить и поприветствовать. Патимат Ханапов, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. У нарушения тоже, как оказалось, есть своя цена, как и срок у нарушителя. Против гендиректора единого оператора Дагестана в сфере водоснабжения и водоотведения и двух его подчиненных возбуждено уголовное дело. Как сообщает Следственный комитет России, Магомед Гаджи Шапиев и его сообщники подозреваются в получении взятки в особо крупном размере. Коррупционное трио промышляло несколько лет, пока не попало в поле зрения правоохранительных органов. У фигурантов дела проведены обыски, а сами они задержаны. Во время реконструкции федеральной автодороги «Кавказ» на строящемся обходе Хасавюрта были обнаружены курганы возрастом более 4 тысяч лет. Перед началом работ на магистралях археологи проведут исследование 60 холмов и двух древних поселений. До конца 2028 года Уппордор-Кавказ планирует построить на данной территории четырехполосный участок длиной 21 километр. Для этого будет задействовано порядка 80 единиц спецтехники и 200 рабочих. Также будут созданы три транспортные развязки, пять путепроводов и скотопрогоны, и мостовой переход через реку Ярыксу. Параллельно реконстрируют 9 километров от границы с Чечнёй до въезда в Хасавюрт. Здесь расширяют дорогу до четырех полос и создают обход зоны жилой застройки. Из Дагестана в Хадж вылетели первые паломники. Пункт назначения – Объединенные Арабские Эмираты. Там их встретят представители Марва Тур и сопроводят их до автобусов, которые направляются в Медину. Хадж-компании предусмотрено два маршрута. Прямой рейс из Махачкалы в Саудовскую Аравию в день 4 вылета и рейс до Объединенных Арабских Эмиратов, откуда автобусами паломники добираются уже до священных земель. В совершении обрядов дагестанцев сопровождают компетентные гиды и руководители Хадж-групп. С детства планировал, если честно, как и себя помню с тех пор в планах было. Вот только в этом году пошастливилось поехать. Иншаллах, в этом году собираемся сделать Хадж. Самый лучший руководитель наш Магомед Гасанов. Чисто из-за него едем в его группу, чтобы попасть. Больше труда сделали. Его попросили, чтобы нас тоже с собой взял. Всех паломников в аэропорту перед вылетом кормят в специально организованном компанией «Марва» шатре. Сборная Дагестана подзюдо среди спортсменов с нарушением слуха завоевала 4 медали на чемпионате России в Челябинске. На верхнюю ступень пьедестала почета удалось подняться двум спортсменам – Курбану Муртазарееву и Абдулгасану Курбанову. Серебряным призером соревнований стал Шарип Шамхалдибиров. Бронзовую медаль выиграл Мухаммад Алискеров. Чемпионат страны собрал представительный состав участников. На соревнования в Челябинск приехали более 180 слабослышащих спортсменов из 30 регионов. А футболисты «Динамо» запланировали подготовку к сезону в премьер-лиге. Команда получила двухнедельный отпуск и приступит к тренировкам 11 июня. Начальная часть подготовки к новому сезону пройдет дома. До 20 июня игроки пробудут на базе клуба в Махачкале. А 22 июня «Динамовцы» отправятся в Кисловодск. Там клуб из Дагестана будет работать три недели. Первый тур сезона запланирован на 20 июля. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин